друзья всем привет с вами яков и в сегодняшнем ролике мы с вами разберем варвара который будет играть в сети наследие рекорд и наносить он урон при этом будет с помощью умения молод древних в принципе этот геймплей практически такой же как с помощью этого сета но через умение системический удар которая где-то 9 месяцев назад показывал на данном канале а как следствие практически одинаковые алгоритмы действия но нет нет появляются такие комментарии что данный сет данная сборка полностью не играбельная что у сета пропадает урон и билд принципе не дамажит это абсолютное заблуждение потому что некоторые игроки пропускают один очень главный момент какой но давайте мы этот момент в ролике и разберем а предварительно разберемся с билдом и экипировкой поехали и в этом геймплее мы будем использовать 3 сета первый сет это наше наследие рекорд и это цвет мы на себя надеваем полностью то есть перчатки наплечники и шлем броня ботинки а также штаны у нас запускаются при этом все три бонуса благодаря первому бонусу мы наше умение яростный рывок будем спамить бесконечно если мы поражаем одиночную цель когда пустим того же босса второй бонус наделяет наше умение яростный рывок всеми рунами и вот как раз таки третий бонус он очень важный для данного геймплея что как только мы применяем наше умение яростный рывок мы получаем один стак бафа который увеличивает наш урон от умения которое расходует наш ресурс то есть ярост на 2800 процента и каждый раз когда мы будем использовать это умение яростный рывок мы постоянно эти стаки будет накапливать 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 потому что они суммируются но запомнить надо один простой момент что как только мы наносим урон с помощью умения которое расходует ярость мы теряем 5 стаков. Точнее не теряем, а используем 5 стаков. И другими словами, мы должны атаковать только тогда, когда у нас есть минимум 5 стаков, не раньше. Более подробно на этом моменте я остановлюсь, когда буду описывать геймплей. Второй сет, который мы будем использовать, это парные клинки иствона. Воришка-клеветник, то есть. Эти одноручные мечи будут поднимать нашу скорость атаки, броню, ну и а также наш урон, и все эти показатели будут подниматься до 30%. Третий сет, это бесконечный поход, который состоит из кольца и из амулета. И когда мы будем стоять на месте, он будет бафать наш урон, а когда мы будем перемещаться по порталу, будет бафать нашу защиту. Поиск кассия будет неплохо смотреться в этой сборочке, так как он будет продлевать действие умения стойкость к боли. В каще второго кольца мы будем использовать собрание стихий. Для того, чтобы раз за фазу кольца мы могли увеличить свой урон от огня. Но на запястье для охота варвара идеальные наручи это первожителей. Для того, чтобы поднять свой урон, а также скорость атаки, такого умения, как молот древних. Теперь давайте разберем, что у нас находится в кубе, и рубрика бижутерия там встречает колечко силы. И благодаря данному колечку мы будем получать на 80% меньше урона после использования умений яростный рывок. Рубрика броня, и тут у нас кироса киллы. Она нам тоже будет помогать получать на 50% меньше урона, так как наша банка ярости будет постоянно находиться на максимальном уровне. Остается у нас рубрика оружие, и там у нас молот правосудия. Эта пушка будет помогать нам накапливать ярость, а также увеличить урон от умения молот древних. Из самоцветов предлагается использовать проклятие оглененных, проклятие пораженных, а также гогок. Ну а теперь давайте разберем, что мы будем ролить в наших приметах. Нас здесь интересуют два показателя. Первый показатель это КДР, или же уменьшение время восстановления умений. Это показатель первоочередной, поэтому ролить его во всех возможных предметах. Это в одном оружии, во втором оружии, в обоих кольцах, перчатках, наплечниках, а также с помощью бриллианта в нашем шлеме. Второй показатель, не менее важный, это урон по области. Им желательно тоже обзавестись во всех возможных предметах. Опять-таки в одном оружии, во втором оружии, в перчатках и наплечниках. И если получится в кольце, но в данном случае я имею в виду, конечно же, розу ветров, так как там мы можем иметь 4 аффекса. Ну а дальше это классические роллы. То есть мы наносим наш урон с помощью умения молот древних, поэтому поднять урон от этого скилла мы можем в таких предметах, как шлем, а также наши ботинки. Наша главная стихия в этом геймплее это огонь. Поэтому поднять урон от этой стихии мы можем в таких предметах, как наручи, а также амулет. И в принципе это все, что касается нашей экипировочки. Ну а теперь давайте разберемся с билдом. Использовать мы будем три пассивки, которые бафают наш урон. Это остервенение, ярость берсерка, а также задира. А также будем использовать пассивку на воскрешение. Это стальные нервы. Теперь давайте разберем наше активное умение. И первое это гнев берсерка и руна безумие. Под действием данного скилла мы получаем неплохой буст. Как по урону, так и по защите. Если вы, допустим, хотите, чтобы этот скилл откатывался немножко быстрее, то вместо пассивочки за зеро можете взять как раз таки пассивку на быстрейший откат гнева берсерка. Но это как вариант. Наш атакующий флагман это молот древних и руна Крушитель. Далее у нас идет Стойкость Боли и Блаженное Неведение. Мы избавляемся благодаря этому скиллу от эффекта контроля, а также будем себя выхиливать. Угрожающий крик и деморализация будет дебафать противника. То есть по ним мы будем наносить больше урона. Кровавая Ярость и Кровопролитие будет бафать наш урон, а также в принципе шанс крита. Но благодаря умению Яростный Рывок мы будем и перемещаться по карте, и бафать свой урон, и восполнять себе ярость, тем самым обеспечивая себя за дополнительную защиту. Также баф и защиту запускают при этом Кольцо Силы. В общем это основополагающее умение для бафа нашего Варвара. Вот такой у нас в итоге получается билд, а теперь давайте разберемся с геймплеем. Итак, какие же наши собственно говоря действия? Ну как только мы появляемся в портале, прожимаем нашу Стойкость Боли, а также Боевую Ярость. Но затем двигаемся вперед в поисках противника. Напоминаю, что как только мы используем умение Яростный Рывок, мы получаем баф нашего сета. И не важно, задеваем мы противника или нет. Но поначалу это умение попросту тратить не надо, так как у него имеется какой-никакой откат, точнее время отката. И жертвовать им поначалу не стоит, если вы не видите противника. Потому что как только вы Яростным Рывком задеваете противника, тогда это умение само себя откатывает. В общем, когда мы катаемся, мы получаем один стак этого бафа. И вот тут запомните один момент, что касается именно этого бафа и сета наследия рекорд. Что максимальный урон, который может выдать данный варвар, будет тогда, когда вы будете тратить за один удар 5 этих стаков. То есть будет у вас 3 стака, вы тоже нанесете немаленький урон. Но при этом он будет немаксимальный. А это значит, что если вы планируете нанести урон за 5 ударов, это значит, что как минимум 25 стаков у вас должно быть в наличии. Вот отсюда и идут заблуждения, что люди говорят, что данный сет не дамажит. То есть они, допустим, накопили там каких-нибудь 5-10 стаков и начинают махать умением молот древних. Да, поначалу у них урон идет. Хотя и здесь имеется небольшой момент, и мы его сейчас обсудим. И пока стаки есть, урон как-никак идет. Но как только стаки пропадают, и урон пропадает. И мы, получается, дамажим только с помощью двух приметов. Это наш двуручный молот в кубе, а также благодаря нашим наручам. То есть полностью баф от нашего сета исчезает, и сет становится нерабочим в плане нанесения урона. Поэтому этот момент запомните, и эти стаки держите перед глазами. Теперь еще один момент, когда мы вообще должны наносить урон. То есть мы разобрали, что мы атакуем тогда, когда у нас имеются стаки нашего сета. Также напоминаю, что у нас в наличии есть такое колечко, как собрание стихий. Но в принципе, я уже думаю, вы должны понимать, к чему я веду. То есть, по сути, мы ведем бой только тогда, когда на нашем кольце прокует наши главные стихии, то есть огонь. А до того, как прок был огонь, мы должны собирать нашу группу противников, то есть агрить их на себя, и тем самым набирая наши стаки сета. Ну а тут уже в зависимости от уровня портала, от уровня вашего парагона, а тем самым урона, вы можете принимать, когда атаковать противников решение, или когда не атаковать. То есть или под каждую фазу кольца собрания стихий, или через одну, а может даже и через две. Вот как раз-таки в этом моменте нам будет неплохо помогать еще такой аффикс, как урон по области. Потому что если вы, допустим, пропустите две фазы кольца собрания стихий, то к этому моменту вы можете уже настаакаться довольно-таки немало. К этому моменту вы можете собрать такую огромную толпу противников, и когда на кольце собрания стихий прокнет огонь, вы можете эту толпу разносить уже с помощью умения Молод Древних. И тут, в принципе, о уроне вы можете уже не беспокоиться. Потому что стаков у вас приличное количество, и даже несмотря на высокую скорость стаки, умения Молод Древних, вы все эти стаки за одну фазу кольца не собьете это еще раз повторяю если вы допустим пропустите две фазы если вы будете атаковать через каждую фазу то где-то у вас будет накапливаться 30-35 стаков а эти 30 35 стаков вы за один присесть быстренько уработаете этот момент вы измеряете что минимальное количество стаков для атаки молотом древних под фазу огня у вас должно быть где-то 30-35 противном случае если стаков у вас будет меньше и как только него закончится вы уже будете атаковать не сетом а как я уже говорил это с помощью нашего топора а также на ручей естественно перед каждой атакой возле противников прожимаете умение угрожающий крик для того чтобы не наносить больше урона а также не забываем про умение гнид берсерка его можно прожимать когда мы будем сражаться уже с элитными противниками или с группой элитных противников для того чтобы по ним наносить гораздо больше урона но в любом случае мы атакуем только под стихию огня но после окончания этого огненного бафа мы опять таки продолжаем работать умением яростный рывок для того чтобы на стакать наши бафы у от сета для последующих атак вот эти два момента вы обязательно уясните для себя первое это то что мы атакуем от кольца собрания стихии до кольца собрания стихии точнее от фазы до фазы а второе что минимальное количество стаков от сета у нас должно быть 30-35 для того чтобы продуктивно атаковать по стихии огня но тут пару раз поиграете руку набьете и поймете в чем суть билда в общем я думаю все тонкости данной сборочки я описал если какие то вопросы будут появляться пишите их в комментарии под роликом ну а я с вами прощаюсь блогерю за просмотр желаю удачи сезона бахаля друзья если вам нравятся ролики на этом канале комментируйте советуйте друзьям ставьте лайки подписывайтесь на мой канал на ютубе вступайте в группу вконтакте я же для вас буду подготавливать все новые новые интересные видео желаю всем удачного фарма с вами был яков пока